Слава нашему Господу! Благословен Господь и Бог, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И на этой неделе мы с вами продолжаем знакомство с первой книгой Торы Берешит. И наша недельная глава называется Толдо, то есть Радословие. Это книга Берешит, книга Бытия с 25 главы 19 стиха по 28 главу 9 стих. Глава нам известная. Те события, которые в ней происходят, также очень известны. Вкратце я вам расскажу, о чем эта глава говорит. Рождение Якова и Исава. Хорошо известная для нас история. Также интересный момент, мы об этом много говорим и много знаем, это продажа Исавам первородства Якову. Мы видим о том, что Господь обновляет свои обетования Ицхаку в земле филистимской. И дальше очень тоже интересная история о том, как Яков получает не совсем честным путем, получает благословение от отца. Ицхак благословляет Якова в первую очередь, но также благословляет уже, но другим благословением своего сына Исава. И на фоне этого неудивительно, что отношение Исава к Якову было не совсем хорошим, то есть ненавистным, об этом тоже немножко говорится. И опять-таки на фоне не совсем хорошей атмосферы в семье Ицхак принимает решение и говорит, от греха подальше, иди-ка лучше, Яков, женись. В общем, посылает Якова своему дяде за женой. И заканчивается наша глава повествованием о том, что Исав, он берет себе, у него были жены, он решил, жены ханаанские моим родителям не сильно нравятся, значит, я возьму себе дочерей Измаила. Ну, все-таки родственники, поближе. И вот такие вот события нашей недельной главы. И, как я сказал, название главы значит «Родословие». Если вы помните, то на прошлом своем комментарии я затрагивал вопрос родословия и говорил, что в книге Берешит 10 родословий. Так вот, в данной главе мы рассматриваем восьмое родословие из десяти, и в нем мы видим рождение и часть жизни нашего третьего патриарха, это Якова. Давайте начнем с того, что прочитаем данный отрывочек. Вот родословие Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака, и был Ицхаку сорок лет, когда взял он ривку дочь арамейца Бейтуэля и спада Нарама, сестру арамейца Лавана, себе в жены. И молился Ицхак Богу о жене своей, так как она была бездетна. И Бог ответил ему, и зачала ривка жена его. И толкались сыновья в утробе ее, и сказала она, если так, зачем же я молилась? И пошла вопросить Бога. И сказал ей Бог, два плевени в шреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего. И народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему. И настало ей время родить, и вот близнецы в шреве ее. И вышел первый красный, весь как плащ волосатый, и нарекли ему имя Эйсав. А затем вышел брат его, держась рукой за пету Эйсава, и нарекли ему имя Яков. Ицхак же был шестидесяти лет при рождении их. И сегодня я хочу посмотреть именно этот отрывок, рождение Эйсава и Якова. Но поговорить я хочу не о них, а о его родителях. Но, скажем так, в свете рождения этих детей. Давайте мы посмотрим, для начала разберем экзегетику данного текста. Посмотрим, о чем же он нам говорит. И в следующей части попытаемся понять, что это дает нам, как верующим Нового Завета, и как это мы сможем все применить в нашей жизни. Потому что мы, Слово Божие, оно, как говорил на своей проповеди пастор Александр, оно для того, чтобы мы его применяли. Слушать, читать хорошо, но мы должны его применять. Самое главное. Поэтому давайте начнем. И первое, что мы видим, что рождение этих двух детей, Якова и Савы, оно было чудным. Это было чудо, реально, потому что, подобно Саре, Ривка была бесплодна. Она не могла иметь детей. И ее беременность, это было чудо. И фактор рождения этих малышей, оно имело таких два значения. Оно имело значение как для самой семьи, но также оно имело значение для окружающих народов. Вот так вот, для родителей это было подтверждение тех обетований, которые Бог давал Аврааму в первую очередь. И сами родители, они воспринимали рождение этих детей как ответ Бога. Они понимали, что Бог, они имеют близость с Богом. Для окружающих народов это было показанием Божьего благоволения. Потому что, если мы с вами вспомним, кто-то знает, кто-то не знает, может быть, но женщина, которая не имела детей, в те времена она считалась проклятой Богом. И поэтому, когда у такой женщины рождался ребенок, это говорило о особенном Божьем расположении данному роду и данной семье, что в роду, где бесплодная женщина, рождается ребенок. Второе, что мы можем увидеть, это то, что сам период беременности, он проходил совсем необычно, правда? Причем настолько необычно, что Ривка, она сказала, зачем я молилась? У нее что-то в очреве происходило очень серьезное. Вы знаете, тут комментаторы, конечно, рассказывают очень интересные истории, медрыши, они очень интересные. Я всегда получаю море удовольствия, читая эти такие домыслы наших мудрецов. Так вот, один из моментов, как они рисуют эту картину, говорят, что Ривка, когда у нее начало это все происходить, она пошла к Симу, у которого была школа изучения Торы. Это Сим, сын Ноха, и вот она пошла к Симу, сыну Ноха, и вот она пошла туда для того, чтобы получить, к пророку получить слово, ну что же это происходит? Также есть интересный медраж о том, что она пошла к самому Аврааму, который был на тот период живой, и говорит, Авраам, подскажи мне, что это происходит? Ну, такое необычное, ну, ты мудрый, ты знаешь Бога. Ну, Авраам тоже ей не сказал, потому что ему не было открыто на тот период. Ну, это медроши, это все медроши, мы видим из Писания, что она пошла вопросить к Богу. Она пошла вопросить к Богу, но что мы видим? Что это было непростое вопрошение. Я о нем немножко скажу чуть позже. Дальше, что мы видим интересного еще в данном моменте? Это то, что рождение этих детей, оно сопровождалось пророческим словом от Бога. Бог сказал рифке слова. Это было словом, которое исполнилось, это было пророческое слово в жизнь данных детей. И сам процесс их рождения, он также был очень и не очень удивительным, потому что, ну, представьте себе на секундочку, двое детей, один держит другого за пяту. Ну, сам физиологически это как бы интересный фактор. Другое то, что дети, они были совершенно разные, кардинально разные внешне. И как мы с вами знаем из нашей недельной главы, что это было не только внешнее отличие, это было внутреннее отличие. Потому что Исаав, он олицетворял собой человека плотского, человека, живущего практически животными какими-то инстинктами. Потому что, если мы посмотрим отрывок с первородством, то он говорил там, дай мне похлебать красного, красного этого. Похлебать, не поесть же, похлебать. И комментаторы Торы говорят, что он говорил, этот отрывок рассматривает, он говорил, залей мне в горло пищу. Да, подобным образом. И он олицетворяет жизнь плотского человека. Яков же, пусть он был далеко несовершенным человеком. И мы с вами знаем, что у него были интересные поступки, он был несовершенным, но он был тем, кто в перспективе стал патриархом, потому что он имел отношение с Богом. И он возрастал в этих отношениях с Богом. Но знаете, что самое удивительное? Самое удивительное в этом отрывке – это жизнь родителей. Мне больше всего понравилось, что меня коснулось, это жизнь Ицхака и Ривки. Я бы сказал, меня коснулись их не отношения с Богом, их молитвенная жизнь. Я хочу с вами немножко об этом поговорить, ведь если мы посмотрим, с этого отрывка видно, что Ицхак молился в принципе 19 лет и 3 месяца для того, чтобы у него родился сын. Потому что в 40 лет начал, в 60 родился, минус 9 месяцев беременности, 19 и 3, но, наверное, в беременности он тоже родился. Так что, скажем, 20 лет. 20 лет было время его молитвы, и за это время, извините меня, можно было и усомниться, и перестать это делать. Но все-таки довольно-таки длительный период. Не каждый из нас, наверное, молится за одну нужду по 20 лет. И знаете, что интересно? Что это постоянство, оно было вознаграждено. Оно было вознаграждено рождением ребенка. Интересно, что слово молился, оно не написано помолился. Он молился и рассматривается как постоянное действие. И также мы видим интересный момент в поведении его супруги, которая в момент проблемы, она бежит к Богу за ответом. Причем вот это вот слово, которое там стоит, «вопросить», оно имеет значение «расспрашивать», «разыскивать», «требовать», «взыскивать». Это не было так, что она пришла, «О, Господь, что-то у меня там происходит в животе, успокой, пожалуйста, моих детей, чтобы процесс беременности проходил нормально». Нет, она молилась до того момента, как она получила ответ. И для нас с вами это пример. Пример взаимоотношений с Богом. Ведь вся наша жизнь, жизнь Божьих детей, она строится на наших личных взаимоотношениях с Богом. Не правда ли? И если мы хотим, чтобы наша жизнь была благословлена, если мы хотим, чтобы в нашей жизни исполнялись обетования, которые Бог обещает нам, то мы должны идти к источнику этих благословений, мы должны идти к Богу и иметь с Ним отношения для того, чтобы получить эти благословения. Он источник этих благословений, и Он ожидает от нас отношений с Ним. И наши патриархи, вот они как раз об этом показывают. Ихняя жизнь показывает о отношениях человека с Богом. И я хочу сегодня на примере молитвенной жизни Исхаки и Ривки предложить вам такие три ключевых пункта, вытекающих, конечно, из нашего отрывка, которые помогут нам с вами в нашей молитвенной жизни. Первый пункт – это постоянство, как вы помнили. 20 лет молился Исхак, это надо было делать постоянно. И очень важно для нас иметь постоянство в молитвах. Давид, который был, как мы все знаем, человек по сердцу Бога, он очень много об этом говорил. И в истории, я думаю, вы ее помните, что когда был перенесен ковчег из Овет Едома в Иерусалим, он в своем благодарственном псалме, в этой книге «Паралипоминон» 1, 16 глава 11 стих, говорил «В защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Непрестанно. Интересно также есть в книге, это уже в Брит Хадыша в Новом Завете, в книге 1 Фессалоникийц, 5 главе 17 стихе, там этот очень интересный отрывок, там где апостол Павел дает такие тоже ключевые моменты увещевания жизни для христианина. И одним из пунктов он говорит «Непрестанно молитесь». «Непрестанно» – это значит «непереставая». Очень много примеров. История притча о вдове и неправедном суде, опять же, говорит о неоступности, непрестанности этих действий. И в практической жизни, чем меньше мы что-то делаем, вот практически, тем оно становится от нас отдаленным, и мы о нем в перспективе можем забыть. Так вот, молитвенная жизнь точно так же. Чем мы меньше начинаем молиться, потом молитва становится для нас неважной, и мы делаем это реже, реже, реже. В конечном итоге это может прийти вообще к тому, что отношения с Богом перейдут в религиозную форму, что уже будет трагично для нас с вами. Второй пункт. Помимо того, что надо молиться постоянно, молиться надо правильно. Надо иметь правильные молитвы. Что значит «правильные молитвы»? Правильные молитвы, чтобы это понять, надо ставить Богу правильные вопросы. Вообще, молитва – это не перенчинь наших нужд. Мы приходим, Богу сказали, нам надо то-то, то-то, благослови в том-то, том-то. Нет, молитва, она состоит из правильных вопросов, вот как я сказал. И Ривка – пример этому. Она пришла и спросила, она не начала молиться «Боже, успокой», она спросила «зачем мне это?» В синодальном переводе написано «зачем мне это?» Есть другие переводы, но ее вопрос был «зачем?» «Почему, Бог, ты допускаешь в моей утробе такую ситуацию, что дети так себя ведут?» На что Бог ей дает слово пророческое, объясняющее то, почему это происходит. И мы видим, из этого вопроса вытекает наш третий пункт, но о третьем пункте сейчас я скажу немножко позже. Примеры с Нового Завета. Опять-таки, история Рава Шауля, апостола Павла. Вы помните о том, что когда он трижды молился Богу, потому что ему было жало вплоть, да, и Бог сказал, чтобы ты не превозносился откровениями, достаточно тебе благодати моей, остается так, как есть. Можно было всю жизнь молиться об исцелении, да? Можно было всю жизнь молиться о исцелении, потому что обетование, что ранами его мы исцелились, но апостол Павел, он, я думаю, он задавал правильные вопросы, на что получил ответы. Это пример отношений. Когда мы имеем отношения, мы задаем вопросы Богу правильные. Не просто молиться ни о чем, но мы задаем вопросы, почему, для чего, почему это происходит. Это еще один момент интересный. И, как я сказал, из второго пункта вытекает третий пункт. Третий пункт, то, что мы получаем в нашей молитвенной жизни, это надо применять. Это вот то, что Бог нам говорит, надо применять, и применять даже независимо от того, нравится нам это или не нравится. Читая нашу историю, мы видим, что Ривка, она все это применила. То слово Божие, которое она услышала от Бога, что меньше, ну, по поводу сыновей, о том, что меньше будет больше старшего, она применила, и она всячески помогла исполниться этому. Мы знаем, опять-таки, с нашей недельной главы помогала Якову в этом вопросе, потому что она была соработницей у Бога. Она применила то, что она узнала от Бога в молитве своей, она применила. И это очень важный момент. И, подводя итог, я хочу сказать, что Иешуа Машиах, он восстановил наши отношения с Богом, и, как мы знаем, эти отношения были утрачены в Эдемском саду, и он желает иметь с нами очень близкие отношения, он хочет близких отношений с нами, и свою часть он безогресненно исполнил. Остается дело только за нами, друзья. Поэтому давайте мы будем молиться Богу, давайте будем молиться в постоянстве, давайте, молясь, не будем молиться общепринятыми молитвами, а будем молиться, как люди, имеющие отношения с Богом, задавая правильные вопросы. И когда мы будем получать ответы, даже если они будут идти в разрез наших желаний, давайте будем делать то, что говорит нам Бог. Паруха Шем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok